История знакомства моего с чернобыльским Рэбе началась в сентябре 2014 года. Я услышал о том, что приехал большой Равид, я его не знал. Приехал получить благословение. На вопрос, чего бы ты хотел получить, я пожелал, чтобы у меня в ближайшее время родился мальчик. Ровно день в день рождается мальчик. Девять месяцев, ровно день в день, я передаю информацию о том, что благословение сработало. И Рэбе поблагодарил, что я не забыл об этой истории. И предложил по приезду в Израиль посетить его Ешим. Через несколько месяцев я побывал там. Мы увиделись. И только там, пожалуй, человек понимает величие человека. Есть одна история, которая меня затронула до глубины души. Пришел к Рэбе отец ребенка, который родился без рук и ног. И просит о том, чтобы взяли его ребенка на учебу в Ешим. Пообщавшись с этим ребенком, Рэбе понимает, что этот ребенок должен учиться только в достойных местах, в достойных Ешивах. И дает положительный ответ его отцу. Дело в том, что в здании, наверное, 80-х годов, пятиэтажное здание, в котором учеба проходит на пятом этаже, живут они на третьем этаже. Не было лифта. И для того, чтобы установить лифт, он задействовал все свои возможности. Подключил и административный ресурс, и финансовый ресурс. Только для того, чтобы этот один ребенок был у него. Это он сделал только для этого мальчика. Для одного ребенка. Этот мальчик оказался настолько светлым, настолько духовным, что с ним выстраиваются ребята в очередь, чтобы поучиться один на один. Этот случай для меня лично является уроком, как нужно любить ближнего своего, чего от нас так требует Тора. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и я хочу рассказать о силе благословения, которые оказывают влияние на мир, на человека и на судьбу людей. И поблагодарить чернобыльского рэба, который смог дать мне благословение. У меня была тяжелая ситуация в бизнесе, и мой знакомый, не советуясь и не общаясь со мной, подошел к чернобыльскому рэбе в Саратове и рассказал о моей ситуации. Чернобыльский рэбе, подумав обо мне, процитировал 68-й псалом Тагелима и тем самым дал мне благословение. Потом мой знакомый рассказал мне об этом, и спустя определенное количество времени, Баруха Шем, слава богу, ситуация начала налаживаться. Вообще, Всевышний дал нам заповедь молиться, и благословение, безусловно, являются просьбой, которая направляется к Всевышнему. И, естественно, чем более праведнее и благочестивее человек, который дает благословение, тем сильнее его благословение влияет на человека, на его судьбу и на весь мир. Спасибо. Уникальность рэбе заключается также в том, что на протяжении последних 50 лет он не спит в кровати, а лишь дремлет за стулом в промежутках между изучением Торы, молитвами и в целом служением Всевышнему. Он не считает правильным тратить ни единой секунды на материальность. Субтитры создавал DimaTorzok